Без шумных ударных, без грандиозного шоу. Только он сам, его клавиши, гитары и книга с песнями. В кроссовках и джинсах, на барном стуле, легенда 70-х, 80-х, рок-музыкант, певец, композитор Кен Хенсли. Искренний и открытый. Участник группы Юра и Хип Кен Хенсли в Курске впервые. И его здесь действительно ждали. Любой желающий мог задать артисту вопрос. Он охотно отвечал и о творческом, и о совсем личном. А когда пел, предлагал делать это всем вместе. Говорил, с удовольствием буду вашим гитаристом. Его стиль игры определяют как очень индивидуальный. В ответ музыкант говорит, все пошло из детства. Просто он был очень нетерпеливым ребенком. И мне хотелось настолько быстрее научиться, насколько возможно. Поэтому должным образом я никак не учился, а научился просто сам по себе. Поэтому я не играю в классическом традиционном стиле. Я играю именно так, чтобы для меня инструмент был средством для сочинения музыки. И моя мама очень часто на меня ругалась. Причем довольно сильно, потому что она была концертная пианистка, а я играл как попало. Я всегда играю в плохих вещах. Зато повторить его манеру исполнения не может никто. Таким же нетерпеливым он остается до сих пор. И вряд ли когда-нибудь повзрослеет, шутит Кен. Его рост творческий. Он сочинял свои песни в автобусе в репетиционном подвале. На музыку Кен Хенсли перекладывал даже собственные сны. Так было с хитом The Wizard. Каждая песня Хенсли – история. Процесс ее создания музыкант сравнивает с написанием киносценария, будь то философская притча, рок-баллада или песня о самом себе. До сих пор он хранит свои записи со стихами за 50 лет. А совсем недавно, в октябре, записал очередной, уже 54-й по счету, альбом. Он играет упоенно и на гитаре, и на фортепиано. И получает удовольствие от обоих инструментов. Сейчас мне удобнее играть больше на фортепиано, чем на гитаре. Сегодня у меня есть возможность писать музыку для себя. Я свободен для экспериментов и исследований. И на пианино более подходящий для этого инструмент. В репертуаре Хенсли более 300 песен. Его знают везде. 30 лет назад он переехал из Англии в США, потом переселился в Испанию. Но, тем не менее, Кен – подданный Великобритании. Он не скрывает, ему до сих пор нравится королева. Но вот жить в Англии не может. Погода ужасная. Хенсли постоянно путешествует по миру. Но одной, чисто британской привычке следует везде. Мой чай. Я очень, очень, очень избирателен, когда дело касается чая. Это чисто английская штука. Я предпочитаю английский чай PG Tips. Это насыщенный индийский чай. И на самом деле мне нужно выпить с утра 3-4 чашки чая для того, чтобы проснуться, завести свой моторчик. И еще одну чашку Кен выпивает уже после сиесты. Традицию после обеденного отдыха он перенял уже от испанцев, среди которых живет последние 10 лет. Кто знает, что понравится ему в России. Да, я теперь должен буду переехать в Орел, потому что вчера на концерте маленький мальчик попросил мне это сделать. Я, кстати, не знал, что жить в России модно. Но в любом случае я человек мира, поэтому никогда не знаешь, где я сяду. Несмотря на то, что ему скоро 70, оставаться на одном месте в музыке Кен Хенсли не собирается. Если люди хотят его слышать, это стимул продолжать то, что делаешь.